Россию ждет демографический кризис. В маниакальном желании захватить чужие территории, Владимир Путин приводит страну к историческому сокращению населения. А экономику ждет миграционный отток и старение рабочей силы. Материал об этом опубликовало издание Bloomberg. Разрушения, вызванные войной, сочетаются с демографическим кризисом, уходящим корнями в 90-е годы, периодом экономических трудностей после распада Советского Союза, который привел к резкому падению уровня рождаемости. Прогнозируемый демографический кризис за поребриком вызван первое тотальным сокращением мужского населения. Больше 66 тысяч россиян уничтожено на поле боя. Как минимум 300 тысяч попали под призыв и более 700 тысяч россиян сбежали от мобилизации за границу. Более миллиарда человек по самым минимальным подсчетам покинуло Россию и с каждым днем эта сумма продолжает стремительно расти. И вторая причина кризиса – резкое снижение рождаемости. И это очевидно, ведь ребенок вырастет и автоматически попадет под пункт первый. Если российское вторжение в Украину продолжится в ближайшие месяцы, в следующем году в Белокаменной может родиться менее 1,2 миллиона человек, что является самым низким показателем в современной истории. Весь этот процесс, который сегодня происходит в России, окрестили путинскую мобилизацию, могилизацию. И в принципе это очень ярко подчеркивает то, что на самом деле происходит. Яркий пример – это так называемый ЛДНР, где действительно с улиц, из предприятий, из домов похватали очень большой процент дееспособных мужчин. И сегодня там взлом Донецк, реально не работают коммунальные службы. Не работают, потому что все их сотрудники находятся на линии фронта или где-то в тылу, но в целом в российской армии. То же самое ждет и в Воронеж, Тулу, Кострому и Рязань. Продолжение войны и мобилизации до конца следующей весны, по мнению издания, станет катастрофой, поскольку за 12 месяцев рождаемость снизится до 1 миллиона. Такой низкий коэффициент рождаемости наблюдался только один раз – в 1999-2000 годах. Притегия Путина, она очень основывается на позиции Путина любви к Советскому Союзу. Он, в принципе, пытается идти по стопам другого кровавого диктатора Иосифа Сталина, который считает, что таким образом он выиграл войну, закидав нацистскую Германию человеческим мясом. Войны выигрываются логистикой, войны выигрываются мотивацией, войны выигрываются техникой. Ничего у этого в России нет. Из-за этого экономика России будет находиться в стагнации и худших процессах спустя долгое время после окончания войны, даже если она закончится уже завтра. Не последнюю роль в этом сыграла и миграция. Среди тех, кто покинул Россию, значительное количество – это так называемая интеллигенция, обеспеченные люди с хорошим образованием. С мобилизацией, большим оттоком высококвалифицированных сотрудников, которые уехали в Грузию, в Казахстан, в Монголию или в другие страны мира, то как раз возможность России производить какую-то продукцию с высокой добавочной стоимостью, она очень ограничена. Условно, мы помним еще 10 лет назад масштабные программы России в космосе, в технологиях, в таких сферах достаточно интеллектуально наполненных, то сегодня все, российская экономика, кроме как продавать газ и продавать нет, ничего не может. Это говорит как раз о отсутствии перспективы для обычного человека, для обычного россиянина, достичь какого-то нормального уровня жизни, для того, чтобы, попадая в Украину на линию фронта, на временной первой территории, они перестали удивляться туалетам и воровать телевизор. Мобилизация нанесет экономике Российской Федерации урон, сопоставимый с потерями от западных санкций. Владимир Путин годами стремился решить демографические проблемы. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Но начатая им война в миг все изменила да наоборот, и многие народности рискуют оказаться на грани исчезновения. Именно с этим были связаны протесты в Дагестане и Якутии, на которые в основном вышли женщины. Они вышли не против войны, а против смерти своих мужей и сыновей. Однако даже поголовная отправка на верную смерть самых близких членов семьи не сделала эти протесты всероссийскими, масштабными и способными что-то исправить. А почему вы? Чем забираете? Почему вы нам кушаете? На кого напали? Куда? На Россию сюда! Они не в том, что напали! Россия напала! Россия напала на Украину! Россия напала на Украину! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны!